Недельный раздел Баришит – это первый раздел книги Бытия. С него начинается Тара, и он дает нам некое введение в Тару, в общую картину Тары. И через этот раздел мы можем понять многие глобальные вещи, устройства еврейской традиции. И сегодня я хотел бы остановиться только на одном моменте из этого раздела – на двух историях сотворения мира. В Таре, как хорошо известно всем, есть две истории, в которых описывает сотворение мира. Первая история занимает первую главу, вторая история занимает вторую и третью главу. И эти истории параллельны. В них описываются одни и те же события с разных сторон. По-разному дается роль человека, по-разному описано создание человека, по-разному описано соотношение мужчины и женщины. Картина очень сильно отличается друг от друга. Как мы можем подойти к этой разнице? Как ее согласовать между собой? Этот вопрос является особенно важным в свете того, что с этого рассказа начинается Тара. То есть от того, как мы поймем разницу между этими двумя историями, исходя из этого, выкристаллизовывается, формируется наш подход ко всем дальнейшим историям Тары. И к этой разнице есть несколько вариантов ее анализа, несколько вариантов подхода. Классический подход в Талмуде в основном пытается примирить эти противоречия. Особенно ярко это проявляет, например, комментарий Раши. И если в первой истории написано, что деревья и растения вообще появились на третий день, а человек появился на шестой день, то есть после растений, а во второй истории наоборот написано, что никакого кустарника не было на земле, пока не пришел человек, то Раши комментируют так, что растения были посажены, проклюнулись даже, но не могли расти, пока не пришел человек. То есть Раши пытается, и это подход многих медиашей Талмуда, пытается сделать гармонизацию между двумя рассказами. Если есть противоречия, то нужно их гармонизировать, найти какое-то согласование этих противоречий, какой-то комментарий, который покажет нам, что это ровно одно и то же, только немножко по-разному описанное. Однако этот подход далеко не единственный. Есть и другие подходы, которые по-другому смотрят на противоречия. Очень большой вклад в наше понимание двух историй сотворения мира внес Райби Йосеф Доб Соловейчик, основатель Ешиба университета в Нью-Йорке, который построил целую концепцию двух Адамов. Адама первого рассказа, который является человеком властвующим, предназначение которого управлять миром. И Адама второго рассказа, который является человеком познающим, который призван постигнуть мир и постигнуть добро и зло. И это второй подход, тоже очень важный. Но я сейчас хотел бы оставиться на третьем варианте подхода, который разработал Рав Бройер. Прежде чем мы перейдем к подходу Рава Бройера, отметим, что наличие двух столь явных и противоречивых, противоречивых друг другу, точнее, истории сотворения мира, явилось одной из основ библейской критики. Библейская критика, развитая во второй половине XIX века, говорила, что мы видим столь серьезные противоречия между первым и вторым рассказом, разные имена Бога, разный стиль, разные идеи. Конечно, говорила библейская критика, все просто. Это два источника. Один источник. Два древних источника, из которых была потом создана Тара, соединением их. В одном источнике была одна картина, в другом источнике была другая картина. И редактор Тары просто взял один рассказ, второй рассказ поставил один после другого, не обращая внимания на противоречия. И этот подход библейская критика провела дальше через всю Тару, поделив Тару на источники. На первом этапе библейская критика выделила четыре источника. Один, который называется Яхвист, в котором божественное имя четырехбуквенное, другой элокист, в котором божественное имя – это имя Элогим, Бог. Третий источник – Жреческий кодес, как она назвала, и четвертый источник – Второзаконие. И по этим четырем источникам я списала весь текст Тары. Объясняю, что одно место взялось из одного источника, у него явно виден стиль первого источника, а другой отрывок Тарелл взялся из второго источника, у него явно виден второй стиль и так далее. И все как бы расписала и раскрасила всю Тару по этим четырем источникам. А в дальнейшем ученики и последователи библейской критики разделились на дополнительные источники, стало уже не четыре, а больше источников. Но главной идеей библейской критики была идея литературного анализа, выделения разных мест по стилю совершенно разных, но однородных внутри себя. Каждый источник имеет свою специфику. И объявление этих прото-текстов Тары, источников, что каждый был независим, а потом их объединили. И эта теория была создана и развита немецким исследователем Юлиусом Генграузеном, который во второй половине XIX века написал огромный труд об источниках Тары. И эта книга стала очень популярной, ее изучали во всех университетах, и до сих пор, кстати, изучают в некоторых университетах, как основание для литературного анализа разделения Тары на древние составляющие. И эта концепция в XIX веке, в конце XIX века, очень сильно работала против иудаизма. Она как бы говорила, что вот вы, евреи, думаете, что ваша Тара – это прям такое божественное слово, а вот мы провели анализ, и видим, что там разные источники, и поэтому это просто были древние тексты, которые кто-то соединил, видимо, Эзра при возвращении из Иронского плена, очень поздний текст. Но есть древние составляющие, но они все разнородны. И, в общем-то, противоречив друг другу, никакого единства здесь нет. То есть, эта концепция разнимала Тару на отдельной части, теряя полностью все ее единство и весь ее общий смысл. Так вот, возвращаясь к Раву Бройеру, Рав Мордехай Бройер, в молодости хотел выступить против этой библейской критики, чтобы ее опровергнуть, и пошел в университет изучать библейскую критику специально, чтобы ее изучить, и дальше можно было ее опровергать. Но, когда он начал изучать библейскую критику, он вдруг понял, что библейская критика дает замечательный материал для углубленного понимания Тары. Что, в конце концов, библейская критика делает? Она литературным анализом, немецкий литературный анализ второй половины XIX века, весьма продвинутый, с помощью этого литературного анализа она выделила разные слои текста. И этот литературный анализ, конечно, правильный. Действительно, в тексте есть разные слои, разные как бы по стилю, по характеру, но неправильно считать это различными источниками. И Рав Бройер понял, что на самом деле это разные взгляды на мир, которые представляют различные проявления Всевышнего. То есть, Бог проявляется для нас в разных аспектах. Есть аспект милости, Хесед, есть аспект Суда, Гвура, есть аспект равновесия между ними, Теферет, есть Нецех, Игоды, Исоды, Малхуд. И разные проявления Бога записываются разным стилем. То есть, идея Рава Мордехая Бройера была в том, что результаты работы библейской критики нужно не отвергнуть и вытянуть, а наоборот, нужно их использовать, чтобы на их материале нам самим продвинуться к более углубленному пониманию цары. И Рав Бройер, взяв этот материал, построил на нем свою концепцию и свою работу. Он показал, что те источники, которые выделила библейская критика, очень хорошо коррелируют с различными аспектами божественности, указанными в еврейской традиции, в Кабале. И в этом смысле первый рассказ о сотворении мира дает нам человека в рамках природы, а второй рассказ дает нам человека в подходе откровения. То есть, противоречие между первым и вторым рассказом это противоречие между естественностью и откровением. Божественное откровение противоречит естественности. Оно нарушает естественность. Но при этом сама естественность тоже сотворена Богом. Но и откровение, которое... То есть, Бог открывается в мире в противопоставлении с тем, как мир создан, и при том, что мир создан тоже божественно. То есть, здесь есть два проявления божественности, которые противоречат друг другу. И столкновением которых определяется вся дальнейшая история человечества, вся дальнейшее Святое Писание, вся Тара. Дальше мы в рамках этого противоречия, этого противопоставления, можем рассмотреть все истории Тары, которые очень часто, и это отмечала библейская критика, очень часто как бы повторяются, давая разные варианты одного и того же события. Библейская критика считала, что это просто и доказательство того, что они взяты из двух источников. А Рафбройер показал, что эти расхождения, наоборот, помогают нам понять два типа отношений Бога с миром. Отношения естественности и отношения откровения. И нам очень важно воспринимать оба эти подхода и дальше их синтезировать. И в дальнейшем, в анализе дальнейшей истории Тары мы попробуем увидеть этот подход более глубоко.